Я рад вас приветствовать на нашем канале и сегодня у вас ролик, очередной ролик про самый доступный мопед на сегодняшний день на рынке Российской Федерации. И этот мопед называется Flash. Встречаем! Ну что, надеюсь вы увидели данный мопед. Данный мопед на сегодняшний день стоит в зависимости от региона России, где он продается от 66 до 70 тысяч рублей. Вот такие вот современные реалии нашей жизни. Напомню, что у нас сегодня 15 января 2024 года и вы смотрите самый доступный мопед Flash. Данный мопед оснащен дисковыми передними и задними литыми дисками, барабанными тормозами как спереди, так и сзади. Это нам дает более качественное и длительное использование данных тормозов. В принципе для данного мопеда их более чем достаточно, этих барабанных тормозов. Хватает, едет. Мопед представлен в интересных цветах, вот таком вот черном, синим, красном и камуфляже. Сегодня очень ветрено. Не знаю, будет ли это слышно в кадре, но мы будем по быстрой схеме. Двигаемся дальше. Переднее колесо у нас размер 2,5 на 17 стоит. Заднее колесо у нас стоит размером 2,75 на 17, я думаю, по логике моей. Так, сейчас отойдем. Да, все верно. 2,75 на 17 и заднее колесо. Привод классический цепной. Есть вот такие дуги безопасности, соответственно, когда мопед на бок ложится, не боитесь повредить себя и вас не даванет. Стоит старый, добрый, надежный двигатель 1P39 с воздушным охлаждением. Стандартная схема, как всегда у нас. Это у нас кикстартер и электростартер. Оснащен данный мопед. Удобное двухместное седло. Оно такое ровненькое. Здесь легко расположиться райдеру любого роста. Есть вот такие вот погрузочные площадочки, которые закрывают подножки пассажира. Сзади есть вот такой вот удобный багажничек. Сейчас здесь у нас закреплены зеркала, которые ставятся вот сюда. Это бензобак стандартный в районе 10 литров. Удобная панель приборов, которая, в принципе, классическая, ставится на большинство альфа-образных мопедов. Очень классные, хорошо читаемые шкалы. Спидометр размечен до 50 мм в час. Есть указатель общего и суточного пробега. Также видим тахометр, размеченный до 12 тысяч. Белые, на черном фоне белые цифры. Приборки хорошо читаются, белые стрелочки. Здесь у нас, соответственно, есть индикатор поворотничков, индикатор ближнего света, а дальнего света фары. И тут, по-моему, есть, если я не ошибаюсь, еще индикатор включенной передачи. Передачи здесь у нас 4. Слева располагается пульт управления светом, рычажок переключения поворотничков и кнопка клаксона. Справа располагается пульт управления габариты и ближний, соответственно, переключалка. Ну и кнопка запуска с электростартера данного мопеда. Крышечка стандартная, многие называют ее еще гранюныч. То есть она просто вот такая, ключики одинаковые сюда и сюда, что очень удобно. Есть фиксатор рулевой колонки, зафиксировать. Ну и из новшеств следует, наверное, сразу обратить внимание, что здесь стоит диодная лампочка в фаре. И посмотрите, какие стильные, классные светодиодные поворотнички. Крылья у нас железные, что спереди, что сзади. Бак металлический. И из пластика у нас, в принципе, здесь только присутствуют вот такие вот замечательные боковые бардачки, под которыми прячется аккумулятор. Спереди у нас стандартная подвеска. Сзади опять же стандартная подвеска на двух амортизаторах. Стандартная выхлопная труба. Ну, я думаю, как бы это на всех мопедах уже само собой разумеющееся. Есть центральная подножка и боковая подножка. Также сзади есть вот такая вот перемычка. К этой перемычке можно прицепить фаркоп и таскать какой-то прицеп небольшой. То есть данный мопед можно очень хорошо использовать в хозяйстве. Он неприхотливый и по довольно доступной цене. Ну и для чего, собственно, мы показываем вам данный мопед. Многие сейчас скажут, да как бы ничего такого в этом мопеде нет. Мопед самый простой, но это небольшая ошибка. Данный мопед чем хорош? Первое, это цена. Второе, это эксплуатационные характеристики. И третье, что немаловажно, это наличие практически всех запчастей на данный мопед. То есть вы можете без проблем купить литой диск, который стоит в районе 2-3 тысяч рублей. Покрышку, которая стоит в районе 2-3 тысяч рублей. Фара, которая стоит там полторы тысячи рублей. Бензобак, который стоит в районе 3-4 тысяч рублей. Седло, если вы его попортили, тоже можно купить. Оно стоит в районе 2 тысяч рублей. Крышки бардачка, если вы уронили, разбили крышку, она вам не нравится, внешний вид хотите, соответственно, заменить. Оно тоже стоит в районе 700-1000 рублей. Выхлопная труба, да даже двигатель. Не только по запчастям, но и в сборе можно купить на данный мопед. Двигатель в сборе стоит в районе 20-25 тысяч рублей. То есть, в принципе, этот мопед очень ремонтопригоден. Вы на него можете отъездить 3-4 года. Что-то придет негодность. Вы легко сможете купить на него запчасти и поменять. Самое главное, чтобы оставалась живой рама. Поэтому этот мопед еще и по наличию зубчастей тоже очень интересен. Вот поэтому мы, собственно, про него вам хотели сегодня напомнить и рассказать. У нас сегодня очень холодно, поэтому ролик будет в таком быстром формате. Оператор, я смотрю, уже вообще замерз. Камера он инием покрывается. Я пока держусь, но это ненадолго. Поэтому всем пока, до новых встреч. Продолжение следует...